Во втором фестивале ТОСов, который состоялся в Новопавловке, участвовали 10 территориальных общественных самоуправлений. Это представители Белоглинского сельского поселения, Новопокровского района Ставрополья, Ростовской и Волгоградской областей, Республики Калмукия. В прошлом году мы здесь были в качестве гостей, а в этом году мы полноправные участники этого замечательного фестиваля. Мы тоже ведем свою съемку, нам очень хочется показать этот замечательный праздник большому кругу нашего населения. Мы будем это показывать на сходе нашего села, в школах, нашим детям. И такой праздник мы тоже хотим провести на будущем и у себя, чтобы показать эту самобытную культуру, насколько единодушны люди в этом празднике. Все это здорово и замечательно, хочется, чтобы таких традиций было побольше. У ТОСов-устроителей есть свои стенды с девизами. В каждом подворье своя изюминка. У Новопавловского номер два – колодец с холодной водицей. У Ставропольцев – кровать с пуховыми подушками и периной, на котором восседает молодая казачка с грудничком на руках. У Миклетинской – самое зеленое. В этом году больше коллектива приехало. В прошлом году на фестивале было больше предметов старины. В этом году меньше. Ну, не знаю, не стали повторяться, наверное, все коллективы. Обратили внимание в этом году на другие вещи. Прикладного искусства прибавили. Вот в Миклите очень хорошая выставка прикладного искусства была. В основном на это вот выпечка. Кулешовский первый ТОС представил на выставку очень разнообразные свои работы. Ну, на выставку ее угощили. И еще в прошлом году не все угощали гостей. В этом году каждый ТОС старался каким-то своим блюдом угостить. Вот в Кулешовском первом ТОСе была лапша, в Новопавловском ТОСе рыбу жареную. В прошлом году пекли пирожки, в этом году рыбу жарят. Ну, а в других – те, кто первый раз, кто бутербродами, кто… Ну, в общем, каждый свое. Гости не ушли голодные. Да, все гости, которые посещают тот или другой ТОС, уходят обязательно на корме. Ну, еще же выставка представлена, фрукты на выставке были, фруктами угощали. Наступает торжественная минута фестиваля. Я очень рад, что мне довелось сегодня с вами участвовать в этом мероприятии. Надеюсь на то, что те, которые приехали в первый раз, оценят наш район, наши поселения. Те, кто был в прошлом году, увидят, что сделано за этот год и какие планы намечены на будущее. Хозяйка Новопавловского сельского поселения Лариса Склерова приветствует участников и гостей. Я хочу сказать о том, что ТОСы – это та часть населения, без которой нам практически невозможно было бы реализовывать 131-й закон об общих принципах организации местного самоуправления. Я хочу выразить всем большую благодарность за то, что вместе с вами мы работаем на субботниках, мы поднимаем население на более другие значимые вопросы. О том, что вы всегда понимаете, вы всегда откликаетесь, вы всегда рядом с нами. На торжественном открытии фестиваля глава района вручает Ларисе Арсеньевне приветственный адрес. Гости – памятные подарки, благодарственные письма. Председателей и активистов ТОСов награждают почетными грамотами. Участники фестиваля и гости становятся свидетелями заключения соглашений между ТОСами – Меклетинским и Новолокинским, Кулешовским и Кубанским Новопокровского района. Глава района Александр Коклин и всежелающие обходят подворье. Хозяева хлебом с солью встречают гостей в стихах и песнях, рассказывая о своей деятельности. Задорная песня Калмыка в Тимоне кружит зрителей в танце. Зажигательный танец «Чичердык» Николая Шучинова вызывает большой интерес. Прошел год с первого фестиваля ТОСов и стало ясно. Они не только живут, но и вовлекают в свой круг других. Народное движение ширится. Фестиваль приобрел статус межрегионального.